Здравствуйте! Вы смотрите новости экономики. С вами Денис Леонтьев. Сегодня в выпуске. Татарстан и Азербайджан развивают сотрудничество. Продажи КамАЗа упали на 46%. Известная сеть по продаже одежды готовится к закрытию магазинов. В сентябре делегация деловых кругов Азербайджана прибудет с визитом в нашу республику. Договоренность об этом достигнута в Баку в ходе рабочего визита в Рио президента Татарстана. На встрече с бизнес-сообществом обсуждался целый спектр направлений сотрудничества. От крупных проектов до мелких, но от того не менее важных. Есть много проектов, которые, может быть, не столь крупные, но они очень важны. Поэтому, какая задача? Вот, уважаемый президент, он говорит, у вас хорошо развит IT-сегмент. Мы, говорит, новые технологии современные поднимаем. Мы сейчас строим, у нас два IT-центра. Мы сейчас строим новый IT-город. Конечно, наши IT-шники должны друг другу работать. Здесь обязательно. Потом министр экономики рассказал мне о многофункциональных центрах, когда вы с одной точки оказываете услуги на население. Это упрощает, снимает администратор. Об этом сегодня и президент, уважаемый президент, тоже сказал. То есть в этих направлениях мы должны тоже сотрудничать. Кроме того, в числе обсуждаемых вопросов взаимодействия и поставки продукции машиностроения и судостроения, а также вертолетной техники. Так, азербайджанская сторона высказала предложение об открытии в стране сервисного центра по обслуживанию вертолетов. Кроме того, у Азербайджана есть заинтересованность в производстве спецтехники на базе автомобилей КАМАЗ. Согласно данным аналитического агентства «Автостад», объем российского рынка новых грузовых автомобилей в марте составил около 4000 штук. Это почти наполовину меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Продажи КАМАЗа упали на 46%. При этом автозавод сохранил лидерские позиции по продажам. В целом, ситуация с продажами у КАМАЗа несколько лучше, чем в среднем по рынку. Так, мартовское падение МАЗа составляет 60,4%, Скане 67,9%, МАН 55,7%. Лучше других выглядит и СУЗу, который по итогам рейтинга за январь-март 2015-го умудрился показать рост на 52,3%. Чуть лучше рынка чувствует себя ГАЗ. В марте он продал всего 466 машин. Вторая строчка в рейтинге. Но зато падение по сравнению с 2014 годом составило только 32,5%. Торговая сеть по продаже одежды InCity готовится к массовому закрытию своих магазинов, в том числе и в Казани. Всего будет закрыто 30 точек из 450. Причиной этому стали многочисленные иски со стороны партнеров InCity, общей суммой порядка 60 миллионов. Большая часть претензий касается долгов за аренду. В Казани магазины этой торговой сети представлены на улице Баумана и в торговом центре Южный. Это были новости экономики. С вами был Денис Леонтьев. До встречи.